Привет, друзья! Это видео посвящено нашей игре «Суд над пиар». Итак, сразу оговорюсь, что игра эта конкурсная, конкурентная, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь из вас обязательно проявит себя с лучшей стороны и одна из групп второго или четвёртого курса, обучающихся по специальности реклама и связи с общественностью, сможет выиграть в этом замечательном мероприятии, которое может стать таковым благодаря вам, друзья. Итак, почему игра конкурсная и конкурентная? Во-первых, бонус очевиден. Группа, которая выиграет и примет активное участие в данном мероприятии, получит итоговую промежуточную аттестацию совершенно без контрольной работы. А это уже плюс по моим курсам, и я думаю, что плюс этот очевиден. С другой стороны, мне хочется посмотреть, как вы проявите себя. Второй курс — это мечтатели, это первооткрыватели, ребята, которые вот-вот недавно стали студентами, третий семестр всего понимают, что есть их будущая профессия. Четвёртый курс — наоборот, как мне кажется, уже люди серьёзные, опытные, знающие своё дело. И, возможно, в этом и кроется секрет их большей успешности. Но посмотрим опять же, второй или четвёртый курс. Время покажет. Итак, я хочу посмотреть, как у вас, друзья, отличаются взгляды на профессиональные, компетенции и на профессию в целом. Также вера в светлое будущее профессии, доказательная база, риторика студентов, основы презентации своих взглядов. Поэтому я написала несколько рекомендаций и хотела бы вам их сегодня озвучить. Итак, первая моя рекомендация. Распределите роли в ваших группах. Отнеситесь к этому суду как к настоящему серьёзному мероприятию, где ваша группа может проявить себя с лучшей или не самой лучшей стороны. Выберите, кто из вас будет подсудимым, то есть пиаром. Кто из вас будет прокурором, кто будет адвокатом. Выберите свидетелей со стороны защиты и обвинения. Всё как на самом настоящем суде. И пусть это пилотное мероприятие, тем не менее интересно проявить себя в этой новой для вас роли. Также я советую вам приготовить улики, демонстрировать различными способами аудиопрезентации, может быть, видеопрезентации. Запишите интервью или можете обыграть их и представить в шуточной форме некоторые интервью различных специалистов по связям с общественностью, может быть, со всего мира, не только с Россией. Вам будет интересно заняться этим, а мы посмотрим, насколько хорошо вы подготовили улики и доказательную базу. Так, я хотела бы также напомнить вам о том, что есть вещественные улики, что-либо, что вы можете показать нам. Если вы сможете показать нам что-то интересное, и, кстати, первокурсники уже написали нам улики, которые мы могли бы с вами показать друг другу на этом суде, я посмотрю, сколько из этих пунктов вы можете принести с собой, не советуясь с первокурсниками. Так, затем я прошу вас распечатать и передать судье свою доказательную базу с аргументами за или против пиар как профессии. Я хочу, чтобы вы использовали все средства, которые возможны. Например, кодекс профессиональных стандартов PRSA, может быть, какой-то другой кодекс, закон о рекламе. Все-все, что вы можете представить в виде доказательств, пожалуйста, принесите это, и мы посмотрим, имеет ли пиар право на существование. Пиар как профессия. Затем, такой и пункт, если вы готовы пойти на мир без суда, согласны сдаться, так как роль в вашей группе, доставшаяся в результате жеребьевки, противоречит взглядам всей вашей группе, и никто, никто не согласен выступать за профессию или против профессии. Соответственно, подготовьте и напишите заранее речь с доказательной базой относительно своей точки зрения. Используйте знания, полученные в ходе изучения курсов по риторике, и передайте речь судье заранее. Мы посмотрим, что можно с этим сделать. Итак, я также хотела бы вам еще раз напомнить, что мы доказываем. Мы доказываем пиар за или против. Пиар имеет ли право на существование или не имеет право на существование. Пиар рассматривается как профессия, не как простой набор каких-то технологий, а именно с точки зрения вашей профессии. Итак, вы, как человек, который знает о пиаре все или стремится узнать все, вы считаете, что это профессия, и она должна жить дальше, или эта профессия должна умереть. соответственно, я вам хочу сказать, что также первокурсники составили нам список за пиар. И, конечно же, я буду отмечать, сколько из составленных в результате мозгового штурма пунктов вы также упомянете на суде. Итак, друзья, я надеюсь, все понятно. Можно сегодня в быстреньком режиме задать мне некоторые вопросы, используя социальные сети, как всегда. И я хочу сказать, что надеюсь, что игра понравится, интересно, и что все примут в ней участие, и, соответственно, повысится наш вот этот вот дух, да, пиарщиков, студентов Сибирского федерального университета. Я надеюсь, что будет вообще интересно, познавательно и понравится. Итак, удачи всем, друзья! Пока-пока из СФУ!